коллеги добрый день мы продолжаем нашу большую конференцию и начинаем большой пленар напомню что это такой особый формат в котором мы собираем два очень интересных доклада которые на собственной растяжке по сути создают проблематику сегодня поэтому это чрезвычайно важный разговор мало того что очень важный так он очень интересный у нас сегодня эти два дня мы говорили про разные тематики в основном это была тематика про образование помните первый день у нас был про цифровую дидактику второй мы говорили про профессиональное развитие а сегодня мы поговорим про значительно более широкий контур это контур гуманитарных практик и как эти гуманитарные практики могут существовать в городе. Коллеги, я хочу представить наших спикеров. У нас сегодня очень сильный состав, очень интересные темы. У нас сегодня присутствует Борис Николаевич Рыжов, это профессор Института специального образования и психологии. Ольга Викторовна Котова, эксперт Института специального образования и психологии. И Борис Викторович Куприянов, профессор Института педагогики и психологии и образования. Коллеги, мы сегодня с вами говорим о гуманитарных практиках, о том, как меняется среда города. И Борис Николаевич, я бы сначала к вам бы обратился с вопросом о том, а что же происходит именно со средой. У вас чрезвычайно интересное сообщение. Я позволю себе прочитать его название. Психологический код архитектурных стилей. Поможете ли нам разгадать этот код и понять, а как же он устроен? Давайте я попробую это сделать. Не уверен, что хватит ли мне времени на все на это. Дело вот в чем. Каждый стиль искусства заключает в себя определенный психологический код, своего рода посыл, который он несет людям, зрителям, слушателям. Например, классическое искусство, будь то в архитектуре, в живописи, в поэзии, оно всегда несет прежде всего восхищение ценностями красоты, симметрии, величием государства и доблестью его защитников. «Модерн» вот то краткий миг искусства, который вот так вот вспыхнул на самой заре 20-го века, он был тупоен изысканной прелестью индивидуальности человеческой личности. А то, что занимает большую часть уже 20-го века и нашего, уже века 21-го, то, что можно, ну, общим словом так назвать модернизмом во всех его проявлениях, то здесь мы видим скорее отрицание вот этих прежних и, прежде всего, выраженных классическом искусстве принципов, принципов разрушения и восхищением государства, вообще самой идеей какого-то сильного государства, дегероизации вообще человеческой личности и своего рода насмешкой, может быть, даже иногда возмущающей нас насмешкой над признанными героями боевых эпох, это попытка противопоставить красоте уродства и часто своего рода болезненные восхищения уродством и вместо вот той вот изысканной индивидуальности личности это приоритет становится простейших потребностей индивиду, вообще скатываясь до простейших часто биологических потребностей, которые возводятся в ранг закона и первого приоритета. И вот если говорить о разных жанрах искусства, то здесь я тоже хотел бы подчеркнуть особую роль здесь архитектуры, потому что, конечно же, прекрасное музыкальное произведение может вызвать слезы на наших глазах, мы можем находиться под очень долгим впечатлением от великой книги, прочитанной, но дольше всего и больше всего на нас действует та архитектурная среда, в которой проходит вся наша жизнь и которая, как 25-й кадр, постоянный, незримый, действует на нас годами, десятилетиями всю нашу жизнь, предлагая нам вот те самые принципы, которые заключены в этих архитектурных стилях. И вот, что я здесь совсем хратко бы хотел сказать, посмотрите, что нам предлагает вся современная архитектура. Просто вот несколько небольших вот таких вот фрагментов. Но это я вам хотел просто показать, можно назад прежний слайд, это вот сама проблема. Это вот здание знаменитого Лейпцигского университета, с которого вообще-то началась вся психология, но это я уже говорю о своей специальности. Здесь работал когда-то Вунд, Вебер, Фехнер создавали свои законы и так далее. А вот то, как выглядит внизу в правом углу, это вот нынешний. Он был в значительной степени разрушен, перестроен. И вот сейчас это вот такое здание из стекла и бетона. Это современный вид Лейпцигского университета. Следующий слайд, если можно. Я просто покажу, даже не буду останавливаться. Это просто наиболее знаковые элементы архитектуры. Посмотрите, ведь это же хаотическое нагромождение каких-то форм. Следующий, пожалуйста, слайд. Это вот уже Москва. Московский, ну, всеми узнали, Москва и Питерская, конечно же, это знаменитая игла. Тоже, посмотрите, разрушаются все формы, формы и симметрии, полностью изгоняется декор. Глазу человеческому не за что зацепиться, потому что нет никаких привычных архитектурных форм. Дальше идет прямое вообще разрушительство. Посмотрите, вот это вот дом в Праге, который просто, ну, своего рода надругательство над симметрией, над водикой, но ведь это и в Москве уже есть. Следующий, покажите, пожалуйста, свой. А вот вам наша знакомая Тверская, посмотрите, как агрессивно вторгается вот в эту старую застройку, этой парадной московской улицы, вот это вот здание, которое просто разрезает вот этот вот логический строй домов. И вот что же здесь сделать? совсем недавно наш университет при поддержке министерской программы «Приоритет 23» провел достаточно масштабное исследование, достаточно уникальное исследование. Мы предлагали нашим респондентам, это были и москвичи, и московские школьники, студенты, и не только московские, но это были и вообще люди из разных городов страны, из Новосибирска, из Белоруссии, из Казахстана, была часть наших респондентов. Мы предлагали несколько групп зданий, большие монументальные здания, общественные здания, небольшие особняки, наземные вестибюли московского метро и подземные перронные залы московского метро. просили выразить свое отношение к ним по разным методикам, начиная от анкет до разных психологических методик, и посмотрите, что мы получили. Как же люди все-таки относятся к этим разным стилям. Вот посмотрите, на верхнем слайде изображены предпочтения в группе больших монументальных форум. Посмотрите, предпочтения складываются таким образом, что безусловным лидерством обладает классический стиль, стиль сталинского триумфа или модерна. Мы выделяли еще отдельно стиль магна, большой стиль предвоенной, набирающей силу империи, который потом оборвался с началом Великой Отечественной войны, и уже в таких более триумфальных имперских формах он продолжился в послевоенную эпоху. И посмотрите, таким почти пренебрежением пользуются конструктивизм или вот различные современные формы. Можно следующий слайд? Вот общественные издания, посмотрите, это просто другая, они же должны быть сопоставимы между собой, поэтому мы брали вот таким вот образом. Чаще всего мы показывали и большему числу корреспондентов мы это показывали на слайдах, вот эти большие слайд-шоу, но небольшие какие-то группы я водил по Москве, специально подобрав несколько маршрутов, чтобы на протяжении двух километров мы могли пройти от классического здания Большого театра, по ходу я все рассказывал, скажем, до здания Лукоева вот на Бульварном кольце и так просмотрев все вот эти здания, поэтому у нас есть и полевая вот такая часть и часть исследования онлайн, которая проводилась. Вот большие здания, посмотрите, та же самая картина, преимущество классика Триумф, но в Москве еще наименее предпочитаемое это конструктивизм и современные стили. Следующий слайд, пожалуйста, можно? Да, это уже был следующий слайд. Как распределились распределились предпочтения вот по регионам? Посмотрите, пожалуйста, в Москве, где больше все-таки насыщенность классическими формами, классика, триумф, получали больше несколько предпочтений перед региональными выборами и, конечно же, модерн, потому что вообще московский модерн, это вообще просто уникальное совершенно явление культуры, такого нет просто нигде в мире больше, таких вот особняков, как Дом Рябушинского, например, наверное, вообще и в мире это искать, поэтому москвичи просто более знакомы с этими формами, у них чуть больше предпочтений. В других городах России все-таки больше, может быть, зданий, ну, так вот сложилось, либо конструктивистских, либо вот этих предвоенных построек, либо, конечно же, современных, но все равно, все равно тенденция остается та же самая, народ выбирает классические формы, он тяготеет к этим формам. следующее, давайте, слайд, возраст, как мы смотрели, как влияет возраст, ну, почти та же самая ситуация, конечно, легко было бы ожидать от молодых людей вот в возрасте до 24 лет большего внимания к современным формам, оно, в общем-то, и есть, как видите, но оно не катастрофическое, оно просто вот в рамках вот такой же вот тенденции, которая существует, и все равно и молодежь по-прежнему предпочитает вот эти классические образцы, вот обратите внимание, это тоже весьма интересно, интересно. Я не могу сейчас подробно погрузиться вот в особенности различных жанров и вот тех вот групп зданий, иногда они были, ну, довольно такие даже юмористические, потому что иногда чаще, вот, скажем, в разделе малой формы особняки выбирали, предпочтение отдавали современным архитектурным формам, а на вопрос, а почему, говорю, да потому что вот мы думаем, что может быть, у нас так хорошо пойдут дела, и лет через 10 я смогу купить себе что-то подобное из стекла и бетона. А знаете, а со львами и колоннами в центре Москвы, ну, это я разумный человек, я понимаю, что никогда в жизни у меня не будет. То есть вот такого рода предпочтения иногда были. Еще нас интересовал вот какой момент, как в целом относятся вот к классическому современному стилю. Это вот генеральная выборка, здесь даны данные по 645 респондентам по всей стране. На самом деле, выборка еще больше, она на самом деле продолжается. Вот я совсем недавно, буквально несколько дней назад закончил работу с физтехом. У меня там 193 студента физтеховца, и вот мы тоже там проводили, мы просто не успели их обработать. Пока что. Ну вот посмотрите, то, что есть по обработанной данной. Вот слева это выборы и интенсивность выборов современного стиля, справа классика. Посмотрите, какая неравномерность. И как это связано еще с особенностями личности. А кто же, что же за портрет человека, который предпочитает либо классические, либо вот эти современные стили. Можно еще посмотреть. Посмотрите. Вот это результаты одной из тех методик, которые мы проводили, профиль мотивации. Мы выделяем восемь ведущих видов мотивации, которые есть у человека. Там биологические, социальные мы выделяем мотивации, связанные с развитием и с сохранением первой половины жизни. Мы в основном стремимся к развитию, созданию новых элементов. И себя как личности, себя как индивида, общество, вид. Мы должны продолжать свой род. А вторая половина, после пройдя кризис середины жизни, мы в основном сохраняем свои позиции и в том, и в другом. Вот восемь видов мотивации. Посмотрите, вот голубой график это предпочтение классической архитектуры, красной, современной. Посмотрите, вот специально я с тревогами обозначил. Та группа, большая группа людей, которые предпочитают классику, посмотрите, у них явное предпочтение самореализации, то есть репродукции новых элементов общества, развития общества. и нравственность, которую мы понимаем тоже как сохранение общества. Это высшие ценности самореализации и нравственность. Посмотрите, напротив, красными стрелками это преимущество, ну, если вы хотите, вот группы, где особенных различий нет, а вот по периферии это преимущество тех, кто выбирал современную архитектуру. Витальность и самосохранение, вот эти вот простейшие, простейшие человеческие потребности. И вот заключая, заключая вывод, мы все время говорим о необходимости развития гармонической личности, но мы навязываем стройку, где вы видели классические формы вновь создаваемых зданий университетов, детских садов, школ, кампусов, чего угодно, они все будут из стекла и бетона, они все будут бессознательно навязывать вам ценности, о которых я вам говорил. Ценности разрушения вот этих привычных классических диспозиций. Вместо любви секс, вместо красоты деконструктивистское вот это вот надругательство над принцами и все остальное. И вот здесь получается разительное противоречие. Мы декларируем одно, а создаем и плецитным вкладываем совсем другое. Это то, о чем необходимо задуматься всем нам и всем нам, кто просто участвует в голосовании. Мне приходят от мэра, я как активный гражданин устроил голосование, что мне нравится, кончая с самим руководством, потому что это понимание должно быть. Мне кажется, его сейчас нет. Это одна сторона, может быть, она социальная, вот такая, вот, а вторая, это то, что, может быть, нас уже профессионалов больше касается, то, что мы разрабатываем тогда программы, программы образовательные, программы, которые должны показать, показать, в чем преимущество стоит вот именно этих стилей, и какой психологический код стоит за этим стилем, и, может быть, может быть, предложить вот развитие для самых разных групп, от школы до выпускников специальных архитектурных вузов, потому что, что получается, что, когда люди заканчивают архитектурный вуз, каждый творческий человек пытается создать что-то новое, красота уже была, уродство определенное было, значит, я должен создать что-то такое, чего еще не было, такое уродство, которого еще не было, это внутренний посредник, а общество хочет другое, и для того, чтобы общество оставалось живо, оно должно восхищаться этой классической формы, стремиться к ней, вот, наверное, то, что я хотел сказать. Валерий Семенович, спасибо, я прям просто заслушался, как ты погрузился в размышления, спасибо, спасибо за то, чтобы как бы два пласта одновременно открыли, одно же пространство вот этого, архитектурной вроде среды, а с другой стороны, это такая смысловая история, за этим стоит, и вот здесь я буду задавать вам небольшой вопрос, вот действительно очень важно, и ваши следы показывают, что разные стили архитектуры, разные здания, это не просто история про постройку, это история про определенный тип деятельности, про определенный тип мышления, который за этим зданием, за этим стилем скрывается, как вам кажется, в городе должно быть много разных стилей, потому что граждан-то много разных, или все же город постепенно будет стремяться к унификациям, вот город, это не похоже, как бы, единство не похоже, да, Платон, то, что приписывают Платон или Ристоит, иногда непонятно, правда, говорили они это или нет, вот, или все-таки город это такая сущность, которая будет пытаться как-то делать основную культуру и субкультуру, и субкультуру пытаться вытеснять из себя, как вам здесь кажется? Мне кажется, что, наверное, конечно же, ну, как бы, и природа, и человечество никогда не забывают всего того, что она находит, поэтому, наверное, вот эта множественность, она всегда будет оставаться, но среди этой множественности должны быть приоритеты, сейчас приоритет сдвинут явно в не в лучшую форму, он явно, ну, своего рода, и кодирует, зомбирует иногда нас с вами, причем мы совершенно не замечаем, потому что, вот, в отличие даже от других жанров искусства, вот, та архитектурная среда, в которую вы погружены, вы замечали, что люди, живущие в историческом центре, вот, больших городов, Москвы, они вообще видят мир не совсем так, как люди, которые живут в спальных районах, и тем более, которые вообще далеко находятся? это очень большая проблема, она часто просто не осмысливается, не озвучивается, но она есть, безусловно, и вы совершенно правы, что здесь действительно есть вот этот вот особый тип личности, то тип личности, который формировался классической архитектурой, классическим искусством, это вот, да, 18 век, там, начало 19 века, это был тип человека, вот, чье кредо выражено вот в этих словах отца Гринева, помните, «береги платье с нову, честь с молоду», так человек смотрел на мир, а как будет смотреть на мир человек, вот, живущий среди этих хаотического нагромождения стекла, да, бетона, вот, посмотрите, вот в центре Берлина есть великолепнейшая картинная галерея, где соединили там и ГДРовские коллекции, и ФРГ, когда приходишь туда, на совсем недалеко от самого центра, для Ипсих, там, Пласс, такое впечатление, что какие-то вот двухэтажные, вот горох рассыпали, то есть, одно нарочитое уничтожение симметрии, уничтожение всего того, что создает красоту. Какой тип личности здесь будет? Это будет тип личности, чьим девизом будет «чайфт фри» и подобное, подобное того, что помыслить было нельзя сто или двести лет назад. Можно здесь вот зацепиться, знаете, и специально вас попровоцировать, еще немножко чуть-чуть покопаться. Вот смотрите, ведь, когда мы говорим о гуманитарных практиках, там ведь же нету, ну, условно, нормы, нет нормы есть, нет закона, условно, никто не знает, что есть красота. Это понятие условно, как бы, ну, вариативное. Никто не знает, что есть у родства, понятие тоже вариативное. В разных культурах они разные. Вот как городу, вот с этой вариативностью, как бы, жить, как с этой вариативностью работать? Вот с этой вариативностью практик, подходов, пониманий, где нет четкого критерия, что это хорошо, а это плохо. Вы знаете, этот критерий есть в нашей душе, красота, и он есть у всех. Я первый вуз, закончил, вот второй, это у меня уже был психолог МГУ, а первый, это был авиационный институт, я закончил. И вот у нас был, там огромный ангар, в институте, где стояли все ракеты, которые создавались, вот, в Советском Союзе, огромные, причем большая часть, которая не пошла в серию, и в том числе, какая-то меньшая часть. Старожил этого ангара, наводил нас тогда, вот, студентов, и показывал, когда нам, говорят, привозят на этот ракет, мы сразу знаем, полетит она или не полетит. Вот, большая часть не полетит, а меньшая пойдет в серию. Как? А, говорят, красивая будет летать, а некрасивая, и так, и точно, вот, я не могу как это объяснить, вот, те же самые, вроде бы, с карандаши стоят, вот эти разные, только одни хотят, стабилизаторы некрасивые, и говорят, а нет, она не пошла. А вот посмотрите, вот, а вот это красиво, точно, а это стоит в серии, она называется таким, тогда стоит на нашем самолете. Это есть в нашей душе, и то, что пока что еще, в отличие от физиков и химиков, это не выливалось в форму, хотя мы пытаемся, вот мы вот как раз, вот с Ольгой Викторовной, пытаемся создать, вот такую научную, собственно, психологию, и объяснить, что такое красота, через понятие энтропии, там, и так далее, и так далее, ну, не буду сейчас этого даже и касаться, вот, то, тем не менее, в душе это есть представление, это красоты, ее надо ценить в себе и давать ей жизнь, а не угонять ее куда-то, когда мы часто восхищаемся этим новым платьем короля. Нам показывают уродство, нам показывают безобразную форму, которую даже стыдно называть, стоит на болотной площади, да, вот вы все знаете, наверное, о чем вот я говорю, и говорит, ну, нет, потому что, если вы скажете, что это безобразно, как я говорю, то вы выпадете, вы станете нерукопожатым человеком, для определенной группы, я просто не боюсь этого сделать, вот. Спасибо, давайте вот здесь вот многоточие поставим, и будем заканчивать, вот смотрите, мы очень посмотрели интересный такой дискурс среды, но понятно, что деятельность в гуманитарной практике зашита из такой важной категории, как повседневность условно. Борис Ильич, у вас чрезвычайно любопытное название доклада, вокруг него было много споров на оргкомитете, как он строится внутри, я просто позволю получить удовольствие прочитать его, он называется так, «Жевательная резинка в жизни мире юных москвичей 1960-80-х годов». Что же там происходило, почему такая вот интересная тема и такой интересный разговор для исследований? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, на самом деле, если не вдаваться в историю, как мы к этому пришли, а попытаться, так сказать, понять, что же здесь важно, ну, действительно, на первый взгляд, помните, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, да, и так далее. Вообще, ключевой момент в социализации, который вот становится сейчас очевидным, это взаимодействие человека и вещи. То есть вообще вещи во многом определяют нашу жизнь, влияют на нас, и «Жевательная резинка» – одна из таких вещей, которая в 60-80-е годы стала очень важным, очень таким, как это сказать, востребованным, да, то есть своего рода фетишем, вот, и определяла отношение к жизни. И вот думается, она, по мнению некоторых авторов, заложила, допустим, некоторые даже рыночные истории, да, в общем-то, в глубоко нерыночной советской жизни, и заложила ее для детей, собственно, подростков, потому что она была, собственно, так востребована в среде школьников, школьников подросткового, может быть, возраста, старшеклассников и так далее. И вот эти поколения, которые в 60-е и 80-е годы были детьми, вот, судя по московскому долголетию, они еще долго будут мозолить глаза, так сказать, молодежи, вот, и с чем они, как бы, жили, с чем они, собственно, с чем они становились, вот, мне кажется, что это достаточной степени любопытно. Я позволю, да, двинуться дальше, вот, собственно, вот осмысление материального, как социального, это сейчас достаточно такой интересный тренд в гуманитарных науках. Вот, значит, в 2015 году вышла книжка, вышла, простите, статья, вот, Богданова «Жевательная резинка в жизненном мире юных ленинградцев», вот, где он показал, что вот эта вот фарцовка и, как бы, все, что связано с приобретением жевательной резинки у финнов, которые регулярно приезжали в Ленинград, что это определило, как раз, рыночные установки мальчишек ленинградских. И вот вы видите, там много всего было сделано, и казалось в определенный момент, что вообще тема закрыта, что настолько серьезная статья, глубокая, что, в общем, а что тут дальше рассуждать. Но, значит, нам показалось, что это своего рода вызов, и вот эта вот извечная, как бы, история, да, там, Ленинград-Москва, да, Москва-Санкт-Петербург, вот детство в Ленинграде, детство в Москве, нам показалось, что это очень любопытно с точки зрения того, как бы, как это работало в нашем городе, и были ли какие-то в этом плане особенности. Значит, с одной стороны, да, вот культурные практики криминального приключения, вот это приобретение жевательной резинки у юных ленинградцев, корыстного обмена, да, а что было, а что, как бы, да, в каждой вещи обычно есть, да, две стороны, а какая альтернатива, да. И вот мы задались этим вопросом, здесь мы опирались на работы нашего коллеги Алексея Валерьевича Кудряшова, который в свое время, вот, сделал работу по пионерской правде, посмотрел, как советская пропаганда боролась, очень сильно она боролась, с жевательной резинкой, почему-то, так сказать, просто в течение практически 15 лет регулярно выходили статьи, которые, так сказать, осуждали вообще использование жевательной резинки, вот, но интересно то, что там просматриваются, как бы, три слоя. Собственно, нас интересовала жевательная резинка в жизни, да, в повседневности, но при этом еще, как бы, на это как-то реагировали взрослые, родители и, значит, там, педагоги. Ну, и вот официальный воспитывающий дискурс, который так это все страшно осуждал. Значит, хронологические рамки, вот они, по сути дела, задаются Всемирным фестивалем молодежи и студентов, потому что тогда привезли в Москву, собственно, вот эту жевательную резинку, и молодежь с этим познакомилась. Вот Алексей Валерьевич говорит, что первые публикации в Пионерской правде с осуждения начались в 61-м году. Ну, и в 79-м году, когда в Советском Союзе стали производить свою жевательную резинку, соответственно, публикации на эту тему закончились, и вроде как, ну, все решили, что, ну, как бы, ну, и что, собственно. Конечно, в жевательной резинке очень четко просматривается вот эта тенденция заимствования западного, западноевропейского, американского. Вот. Мы долгое время искали источник, где же жевательная резинка выступала вот таким вот, как бы, символом вот этого вот западного образа жизни. Кинематограф оказался не совсем тем, но дело в том, что тогда, вы помните, все смотрели, значит, матч СССР-Канада, и вот канадские хоккеисты эти, значит, такие вот прямо машины спортивные, они все жевали жевательную резинку, и для мальчишек Советского Союза это, конечно, была очень такая привлекательная, привлекательный образ. Ну, это еще одна идея, мне кажется, она такая небесспорная, немножко хулиганская, но любопытная, что советские поколения послевоенные, вот то, что с ними происходило, можно рассматривать как некую такую мутацию, что, собственно, и привело сначала к перестройке, а потом, в общем, к разрушению советской системы. Вот, и очень любопытно ощущать себя мутантом, вот, так сказать, зараженным, в том числе и жевательной резинкой. Вот, ну, происходила вестернизация еды, про это есть целый ряд достаточно любопытных работ у историков. Вот, значит, что мы использовали? Вот, в отличие от Алексея Валерьевича, который пользовался периодикой, мы опросили 50 человек, то есть это 50 интервьюеров, вы видите, 46-73 года рождения, значит, Москва, Московская область, Кострома, Рязань и Краснодар. То есть нам было важно посмотреть, есть ли разница провинции и столицы. 36 женщин, 14 мужчин. Вот, ну, у нас немножко получилась кривая выборка, потому что у нас не попали портовые города. И вот это, конечно, очень сильно искривляет наше представление. С другой стороны, дает нам возможность как бы порассуждать о том, а что же было вот не в тех удаленных от непосредственного общения с иностранцами места. Вот, значит, мы дополнили наши данные сведениями из мемуаров. Из них вы видите четверо москвичей и двое ленинградцев. Вот, ну, допустим, есть очень интересное такое свидетельство Сергея Сергеевича Гречишкина, который сейчас живет на юге Франции, такой американский успешный бизнесмен, в детстве ленинградец. Он сказал, что когда в детстве бабушка дала ему жевательную резинку, и он попробовал ее вкус, он понял, что у Советского Союза нет будущего. Вот это очень интересная такая, так сказать, ну, на мой взгляд, немножко комическая оценка. Вот, она, так сказать, дает свидетельство о том, что какое все-таки придавалось значение, значит, этому кулинарному изделию. Вот, значит, у нас получилось, что примерно все свидетельства делятся на две группы. 65-й и 78-й, 79-й и 86-й. Значит, первая в основном москвичи, и жевательная резинка была привезена из-за рубежа. То есть, ну, она действительно в Советском Союзе тогда не производилась. 79-го года, вы видите, более такой, как бы, да, то есть есть и в оптовой советской, в розничной, простите, торговле покупали, значит, но одна треть все-таки поступала из-за рубежа. Ну, и вот такой интересный момент, вот то, что мы в провинциальных, так сказать, кейсах поймали, да, что приобретение жевательной резинки было связано с Москвой. То есть, вот Москва, это вот жевательная резинка. И Прибалтика. Вот, как бы, две площадки, да, для советского человека, где происходило какое-то чудо. Вот, ну, вы видите, значит, если говорить, сравнение жевательной резинки зарубежной и отечественной было не в пользу советской, потому что она была реально хуже, и самое главное, она была плохо оформлена. Вот, и, значит, источники приобретения, ну, они, в общем, достаточно очевидны. Это и туризм, это и, так скажем, кстати, очень интересный был для меня такой неожиданный момент. Значит, девочка из какой-то глубокой деревни, ну, девочка сейчас 60+, вот, она, значит, вспоминает, как она, значит, впервые попробовала жевательную резинку. Старший брат пришел из армии, он служил, значит, в ГДР, в этом, в ограниченном контингенте советских войск, и вот привез своей младшей сестре лучшее, что он мог, значит, ей подарить, жевательную резинку, то есть вот это было. Вот. Почему жевательная резинка стала фетишем, да? Ну, во-первых, дети любят жевать, и как бы, и любили жевать и дожевательные резинки, да, то есть они, допустим, какую-то смолу уживали, там, еще что-то. До сих пор в неких, так, скажем, в нескольких традициях поволжских народов есть такое специфическое жевание, я уж не говорю там про индейцев, вот, ну, значит, это было модно, вот, необычный вкус и аромат. Ну, то есть вот есть, допустим, такой интересный кейс, что у кого-то работали на родфронте, значит, родственники приносили вот эти вот, значит, наполнение, ароматизаторы, и девочки московские варили ластики, вот, и, значит, туда эти ароматизаторы потом сжевали их, потому что вот это было, то есть вот эта необычность вкуса, да, она была просто, так сказать, фантастическая. Ну, и то, что это можно достаточно долго использовать, и можно надувать, значит, эти пузыри, там, да, то есть для советского школьника это было что-то такое совершенно фантастическое, потому что ничего ряда положенного, да, они в своей жизни не встречали. Ну, вот если говорить по, значит, тому, о чем написал Богданов, да, то есть и мы, в общем-то, нашли, ну, мы спрашивали у московских, значит, мальчишек, да, тоже, так сказать, 60 плюс, как бы, да, а вот вы ходили, выпрашивали, там, меняли у иностранцев жевательную резинку, и, значит, самый такой яркий ответ был у одного человека, он провел детство на Арбате, в такой достаточно благополучной семье, он говорит, мы безумно боялись, то есть у нас ходили в гостиницу Украину, значит, покупать у швейцаров, значит, жевательную резинку, самые отморозки, то есть те, кто уже, так сказать, прошел все дисциплинарные комиссии, кто уже ничего не боялся, вот они, значит, шли, и, а все остальные безумно, значит, боялись того, что вот это вот потом плохо закончится. Значит, идея, которая нас привлекла, что жевательная резинка была не только объектом корыстного обмена, но самое главное, когда мы спросили значительную часть респондентов, а когда вы впервые попробовали, и звучало, что мне подарили, вот, то есть оказалось, что альтернатива вот этому, как бы, да, коммерческому отношению, это такой вот, собственно, идея дара, да, вот вы видите, я не буду, так сказать, озвучивать, все видят, так сказать, наш методологический тут ход, да, то есть две пятых угостили, то есть вот это совершенно другой момент, и это тоже очень характеризует, собственно, нашу специфику, да, специфику вот этого безмозвездного обмена, да, то есть, значит, самый яркий ее момент – это культурная практика дожевывания, то есть сам пожевал, и можешь угостить другого, да, а вот там пока еще есть вот этот вкус, и это вот такое, ну, современные, для современной молодежи это кажется что-то совершенно, как бы, да, там, негигиеничное, вообще, как бы, немыслимое, но для советских школьников это было вполне, как бы, допустимая вещь. Ну, и вот, собственно, заканчивая, да, я хотел бы, вот, показать, что, подводя итог, жевательная резинка, как бы, да, работала таким образом, что это не только практика вот этого авантюрного приключения, предпринимательства, добычи, обмена, но это и практика инфантильного, либо ситуативного, либо регулярного потребления, то есть, когда мне кто-то даст. И так как у нас преобладали девочки, да, то есть, мальчишки в этом плане более, как бы, на добычу, как бы, да, нацелены, то девочки, они ждали, то есть, когда им подарят, когда кто-то там регулярно им привезет, вот, хотя, конечно, жевательная резинка была очень важным моментом и с точки зрения самого лакомства, и с точки зрения упаковки, потому что вот этот вот обмен фантиками, фантиками, обмен вкладышами, это совершенно особая такая вот культура, вот, и была значима и для мальчиков, и для девочек, вы помните, там делали секретики, если в секретик можно было положить, значит, под стеклышко вот этот вот вкладыш, вот жевательные резинки, это казалось, что ты просто обладатель какого-то невероятного сокровища, вот. Ну, таким образом, да, я хотел бы, значит, что вот кроме корыстного, да, нас заинтересовал, и, в общем, мне кажется, что это очень любопытная вещь, вот это безвозмездное дарение, которое тоже характеризует особенности культуры, собственно, нашего народа, да, и, то есть, не все у нас, как это сказать, не все к рынку, да, есть еще некие архаичные такие истории, которые во многом до сих пор регулируют, вот, собственно, поведение соотечественников, вот, и москвичей в том числе. Спасибо. Борис Ильич, спасибо большое. Это уже чрезвычайно любопытная, мне кажется, получилась диск, но с меня сразу хочется задать вопрос. Вот, знаете, мне вот как разговоры и про архитектуру, вот, когда мы говорим, проживать на резинку, что понятно, что за этим образом, за этим фетишем, как его назвали, скрывается определенный способ действия, определенный способ мышления. И вопрос начинает следующим. Вот, смотрите, получается так, что есть некоторый процесс, который происходит, и происходил, видим, в стране. Дальше, видим, какая-то фокусировка вот этим фетишем, который как бы обостряет этот процесс. Но не происходит ли обратного к объявлению, что этот фетиш каким-то образом так начинает влиять на вот этих людей, что он уже меняет, как бы, их мышление. Можно сказать, что жевательная резинка поменяла мышление, определила мышление целого ряда поколения, которые потом... Ну, да, фактически, вы сейчас процитировали вот Богданова, да, который именно таким образом, так скажем, то есть, что жевательная резинка и попадание ее в жизненный мир, скажем, ленинградских мальчишек, подростков, так сказать, подготовил их к активному участию в бизнесе. То есть, вот из них потом выросли те ребята, которые, так сказать, в 90-е годы создали свои, так сказать, бизнесы и были в этом плане успешными. Но я хотел бы подчеркнуть, что вот наше исследование показывает, что таких ребят было немного. То есть, вот, так сказать, вот это вот влияние жевательной резинки, ее не надо переоценивать. Это были, в общем-то, единицы. И так как в Ленинград финнов привозили в большом количестве и там они были, ну, что ли, доступны для подростков, да, в Москве такого не было. То есть, в Москве все знали, где можно обменять, но это было более, так скажем, локализованная вещь. Вот. И в этом смысле, как бы, да, это, безусловно, влияло, но влияло на небольшую категорию. Здесь не надо вот это переоценивать. То есть, мне кажется, что наше исследование как раз пытается, ну, где-то уравновесить, да, вот представление, да, сделать его более все-таки научным, менее мифологическим, да. А то вот раз появились джинсы, появилась жевательная резинка, и советские подростки побежали родину продавать, значит, за эти американские штучки. Это тоже было, да, но это было не таким массовым. Вот. Советская пропаганда, конечно, она делала это, так сказать, совершенно таким, то есть, подчеркивала маргинальность этих вещей. Хотя, ну, так сказать, да, это влияло, безусловно, да. Да, конечно, конечно. Я просто хочу маленькую вот такую реплику. Первое, это именно вот такой психологический момент, вот оставляя в стороне вот как раз все эти социальные эффекты, о которых вы говорили, вообще само по себе вот это вот, пожалуй, для чего она появилась. Ведь это явная игра на механизме психологической защиты, регрессии. Это в затрудительной ситуации мы всегда начинаем использовать те действия, которые раньше, в далеком нашем детстве, да, в прошлом, приносили облегчение. Да, это посолствование пальцев, покусывание ручки, раздражение вот этой вот оральной области. Поэтому дезинка, это всегда регрессия, это уже само по себе, то есть, это само все уже, скатывание к примитивности, само по себе получается. А второе, я хотел просто запомнить, как 51-й ваш респондент, который не сумел войти, в вашу выборку. Да, я, правда, уже это 70+, а не 60+, вот. Но в 60-м году, по-моему, мой дядя летчик привез мне эту вот резинку. На два или три дня я стал королем в школе. Ну вот, но здесь был не только бескорыстный момент. Дело в том, что ко мне подходило все старшее хулиганье, и получая этот момент, я становился под их защитой, дальше ко мне уже никто не мог притронуться. И такой был. Это, безусловно, работало и это, но, допустим, в воспоминаниях младшего Ширвинда есть очень интересный момент. У нас в классе, пишет он, было заведено, что если у кого-то появлялась жевательная резинка, то ты должен был ее разделить на равные части и угостить весь класс. То есть, так как, в общем-то, это было доступно для москвичей, но вот этот вот момент, опять же, я говорю, вот это дарение, и вот как бы неких таких вот именно человеческих, безвозмездных отношений, он такой достаточно интересно просматривается вот в этом, как бы, в этой истории. А все-таки этот кейс, о котором вы рассказываете, это кейс как бы какого-то особого времени развития страны? Или это как бы, ну, просто эта история с фетишизацией обыденности, она вся, вот сейчас вообще, может быть такая история? Или нет? Или это вот просто на сломе эпоху было такое? Ну, во-первых, и да, и нет. Безусловно, дети, значит, собирали конфетные обертки, да, так как, в общем-то, вот этих ярких предметов было не так много в повседневности, да, сначала объектом вот этого обмена, накопления, да, и даже оценки, вот, допустим, вкладыши от жевательной резинки, они создавали, в общем, практически все функции денег. То есть можно было оценить, как бы, ценность того или другого предмета в определенном количестве, скажем, этих, значит, от жевательной резинки турбо, этих вкладышей, да, то есть это столько-то вкладышей турбо, это столько-то. Вот, были конфеты, и дети обменивались, то есть и был вот этот вот момент. Безусловно, жевательная резинка, она как бы вот, вот этот вот, как сказать, она пришла на какой-то момент, она пришла в определенную возрастную, как бы, группу и сыграла. То есть она, на самом деле, вот ее, как бы, действие, оно было очень, оно очень локально, да, то есть 60-е и 80-е годы. До этого это было единично, потому что, ну, есть свидетельства, что, возвращаясь из зарубежного похода советская армия, некоторые солдаты привезли с собой жевательную резинку. Такие свидетельства есть. Но это было очень, как бы, а уже когда в 90-е годы хлынул поток жевательной резинки сюда, ну, уже в постсоветское пространство, это тоже перестало, как бы, играть столь какую-то значимую роль. Это все-таки фиксация. Другое дело, что вы абсолютно правильно задаете вопрос, что это было выстроено на куче потребностей и физиологических, да, и культурных, и социальных, да. То есть жевательная резинка, она просто очень аккуратно, как бы, она легла в те ниши, которые были. То есть она их не создавала, конечно. Она, так скажем, оказалась очень такой вот конгруентной, как бы, да, вот этим нишам. И туда вошла очень органично. Здесь дело в том, что, конечно, сейчас, наверное, я думаю, вряд ли такое вот возможно, потому что для вот того эффекта необходим дефицит. Мы вообще получаем удовольствие всегда по принципу волны. Чем больше у нас нарастает напряженность, дефицит раздает напряженность. Потом происходит разрядка, и мы переходим от этой напряженности к эйфории во время этого. Так всегда. Зачем мы лазаем на американские горки? Чтобы поставить себя на грани того, что разобьешься, а потом ты встал на твердый, и все, и хорошо. И вот здесь. Тогда был очень большой дефицит, всеобщий дефицит, да, вот в эту послевоенную эпоху и так далее. Когда-то он начинался еще в конце 40-х, это просто-напросто дефицит питания был, люди голодали. Потом дефицит элементарных вещей. И это был своего рода символ вот того дефицита, который можно было вдруг неожиданно решить. И отсюда был вот этот вот колоссальный, именно исторически обусловленный момент. Сейчас, конечно, это невозможно. В таком, во всяком случае, ярком виде невозможно. У нас, знаете, остается совсем мало времени, поэтому я попробую задать, может быть, вопрос, немножко совсем в сторону от того, что вы говорили, хотя бы я с удовольствием бы дальше копался бы в той, в другой теме. Вы знаете, на самом деле, история про архитектуру и среду, история про, назовем условно, наживательную резинку. Это история про, опять-таки, определенные типы идеи, типы мышления, про определенные гуманитарные практики, которые вроде бы за этим скрываются. Вот, собственно, вопрос мой заключается там. Вот то, что вы исследовали, которое вы провели, скрываются ли за ними некоторые гуманитарные практики? Или просто, ну, как бы, ну, это некоторое явление, которое мы по исследованию, про важно, оно существует. Но это не гуманитарная практика, вы знаете, например, это не предмет интереса университета, который такие гуманитарные практики развивает. Борис Николаевич, может быть, вы начнете, как вам кажется, вот этот разговор про архитектуру, про среду, про то, как стиль влияет на горожан, какие есть разные мышления, можно ли считать это некоторой гуманитарной практикой, которую можно использовать для развития города и горожан? Конечно, безусловно, и вот Ольга Викторовна здесь как раз занимается разработкой конкретных программ для различных вузов и для нашего, и даже для специальных архитектурных вузов, где, конечно, нас иногда воспринимают штыки, это понятно, и мы ничего другого и не ждем на самом-то деле от этого. И тем не менее, вот здесь этот опыт есть, и мы их используем и в технических вузах, вот я говорю, в технических интереснейшие данные, в гуманитарных вузах и так далее. Об этом не говорить, кричать надо. И мы по возможности, насколько наши голосовые связки позволяют, делаем. Борис Николаевич, а вы что скажете про ваши следы? Я тоже, наверное, поддержу Бориса Николаевича. Дело в том, что в той теме, которой мы занимались, действительно просматривается масса практик, культурных практик несовершеннолетних подростков, практик, привязанных к городскому пространству. И, так скажем, мне кажется, что насколько наши современные подростки воспринимают жизнь в рамках рыночных коннотаций или в рамках безвозмездного дара. Мне кажется, это тоже очень любопытно. И это во многом определяет, собственно, жизнь, определяет ценности. То есть заходить на ценности не с помощью каких-то инструментов, какого-то опроса, где каждый человек старается выглядеть значительно лучше, чем он есть на самом деле, а заходить с точки зрения анализа его реальных практик, того, что он делает. Не то, что он говорит, не то, что он декларирует, а то, как он живет. Мне кажется, что в этом смысле, ну, вот этот посыл, он вполне вписывается в исследовательскую повестку университета и показывает некоторый, может быть, не абсолютный, да, но некоторый ход. Да, мне кажется, что в этом что-то есть. Коллеги, спасибо огромное. Я предлагаю еще раз благодарить наших спикеров за два отличных глубоких доклада, которые, как мне кажется, подняли очень широкий дискурс вопросов. И мы продолжаем нашу большую конференцию. Впереди у нас еще малые пленумы, онлайн-секции и много всего интересного. Обязательно оставайтесь с нами. Скоро увидимся. Продолжение следует...